Поселок Стрельна В Константиновский дворец Где проходят встречи ведущих глав государств Мы сегодня решили посмотреть Насколько комфортно живется вблизи президентской резиденции Время от времени здесь в Стрельне Встречаются политики ведущих государств мира В связи с этим в поселке обычно вводятся повышенные меры безопасности Однако жители Стрельны с пониманием Относятся к таким мерам Ну практически нет Единственное, что переписывают нас Даже у меня кошку переписали Вот переписывают каждый раз Но это надо Потому что для безопасности К слову, ежедневную безопасность жителей поселка Обеспечивает 46-й отдел полиции И пожарно-спасательный отряд имени князя Львова Противопожарной службы по Петродворцовому району Оба учреждения расположены на фронтовой улице Хорошо обстоит дело в Стрельне и с медицинскими услугами На фронтовой дом 1 действует районная поликлиника 64 При которой также работает и детское отделение Поликлиника есть Но поликлиники довольно-таки Мало народу можно записаться по телефону Можно через центр Можно просто прийти Но когда приходят люди То они, конечно, рано приходят В 6 часов утра И стоят записываются Лучше, конечно, через центр записываться И в любой момент, на какой тебе нужно записаться Есть и коммерческие медицинские учреждения общего профиля Кроме того, работает несколько специализированных заведений Здесь в Стрельне находятся сразу два лечебных учреждения Направленных на помощь детям, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом Это школа-интернат номер 49 и детский санаторий «Огонек» Оба учреждения являются государственными И основной упор в них делается на лечение детей, больных с колеозом Заботятся в Стрельне не только о детях, но и о пожилых людях Здесь, на Санкт-Петербургском шоссе 98, действует дом престарелых и инвалидов на 120 человек На территории поселка расположены две общеобразовательные школы и несколько детских садов Есть и дом культуры Правда, сегодня он больше напоминает торговый центр И культурная жизнь Стрельне долгое время была сосредоточена в библиотеке имени Юрия Инге Там проводили встречи с писателями, поэтами, организовывались выставки и экскурсии А сейчас, буквально месяц, все заглохло Потому как там назначили другого Но в здании местной администрации, Львовском дворце, для местных жителей и гостей Стрельны Организуют разного рода мероприятия Там разные выставки бывают Вот летом там играет оркестр МВД И различные песни, танцы бывают Каждую субботу где-то по три часа они играют Также местом притяжения культурной жизни является и Орловский парк И в парке обычно летом проводятся различные мероприятия День Стрельны, например, или еще какой-нибудь юбилейной дате Зимой здесь можно покататься на лыжах или санях Орловский пруд, расположенный также в парке, заполняют у любителей зимней рыбалки Кроме того, в Орловском парке действует и конно-спортивный клуб Кстати сказать, трудная транспортная ситуация в Стрельне несколько преувеличена Здесь действует одноименная станция Октябрьской железной дороги Кроме того, по Санкт-Петербургскому шоссе курсируют многочисленные маршрутные такси и муниципальные автобусы Если мне нужен, допустим, я поехала в город и там музей, вермитаж, на выставки сходила, в театры и так далее Здесь удобно съездить на электричке, на маршрутке, на чем угодно В этом отношении удобно На маршрутке до ближайшего метро можно доехать примерно за 25 минут В целом, жизнь в Стрельне сегодня довольно комфортна Здесь множество продуктовых магазинов, в том числе и сетевых Есть места для занятий спортом, прогулок и отдыха Кроме того, можно сказать, визитной карточкой Стрельной является большое количество зелени и чистота улиц А здесь все-таки легче дышать И кругом деревья, кругом все это, природа, парки, вот здесь очень хорошо И есть надежда, что такое положение дел сохранится в Стрельне и впредь Ведь массивного жилищного строительства, а с ним и значительного увеличения числа жителей, здесь пока не планируется Екатерина Семченко, Андрей Любик и Дмитрий Маклаков, БНТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова